Алло. Алло, Магомед, здравствуйте. Алло, да. Алло, Магомед, говорю, здравствуйте. 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 Магомед, меня Ростислав зовут, очень приятно. Вы же интересовали заработать на финансовом рынке? Подскажите, пожалуйста, у вас ранее опыт был или вы новичок? Кто? Николай? Как вас зовут Николай? Магомед, меня зовут Ростислав, очень приятно еще. Ростислав, да. Интересовали заработками на финансовом рынке? Да, здравствуйте. А вы вообще ранее занимались подобным или вы новичок? Занимался чем? Занимался я. Как понять, чем занимался? Занятостью на финансовом рынке. На финансовом рынке я... Да, Магомед. А это где, на каком это рынке я занимался? Это что еще раз? Какой это рынок? Где это? В каком городе? В смысле город, смысл рынок. Я вам скажу как раз на финансовом регистрации. Вы интересовали заработком? Регистрация? Что за регистрация? Я за регистрирую вам. Да, конечно, смотрите. За регистрирую вам, но я за регистрирую. Магомед, послушайте меня. Послушайте меня. Магомед, торговля на бирже. Покупаем дешевле, продаем дороже. Нарази зарабатываем. Понимаете, о чем я говорю? А где эта регистрация? Что это за регистрация? А вы оставляли свои данные, наверное, хотели ознакомиться с информацией, что школа Купера, наверное, называется. Правильно? Школа тут... Я понял, а что для себя искали, Магомедс? А что за школа это? Какая школа? Что за школа? Магомедс, я говорю, что для себя искали? Не, вы сказали, школа, школа какая-то, школа. Да, все правильно, так вы там оставляли твою заявочку. Я же не знаю, зачем вы ее оставляли. Я так понимаю, для вас хотели ознакомиться с Куперой, правильно? Да, так а что это за школа? Вот, так... Школа обучения. Обучение, обучение, либо инвестиции, так, все правильно. Вот. Вы знаете, что такое инвестиции, Магомедс? Нет, не знаю. Смотрите, наша с вами задача покупать дешевле, продавать дороже, на разнице зарабатывать, понимаете? Конечно, понимаю. Вот, вот, соответственно, смотрите. Вы интересуетесь, так понимаю, дополнительным заработком, правильно, Магомедс? Я когда интересуюсь? Сейчас говорю, интересуетесь дополнительным или основным заработком? Как бы хотели сделать себе? Да посмотрим, не знаю. Только посмотрим. А, я понял. Ну, пока, да, смотрите, то есть, опять же, в любом случае, пока дополнительный, правильно? А сами-то чем занимаетесь, Магомедс? Где-то работаете? Да, я работаю, я где-то, да. А, кем работаете, чем занимаетесь? Вы мне расскажите про... А что вы мне можете предложить-то? Что за торговля эта? А, смотрите, много, много, много чего могу просмотреть, просто мне интересно, чем вы занимаетесь, потому что я могу вам приводить примеры на вашей работе. Чтобы вам было более понятно. Нет, там примеров нету, примеров нету, нет, нет. Ну, ничего, пока что за работа. Так вы мне расскажите без примеров, что вы мне предложите предлагать-то. А, смотрите, мы занимаемся купли-продажи, понимаете? Конечно, понимаю. Вот, отлично. Знаете такую компанию, как BMW, Магомедс? Конечно, знаю, но, короче, не знаю. Знаете, отлично. Ну, допустим, давайте с вами представим себе такую ситуацию, что акции данной компании сегодня стоят 300 долларов, а через неделю компания BMW будет выпускать новый революционный автомобиль на рынок. Мы с вами эти акции покупаем за 300 долларов через неделю, только выходит новый автомобиль на рынок. Как вы думаете, что произойдет с акциями данной компанией? Да понятно, что вырастут. Да, все правильно, они вырастут в любом случае. И они уже будут стоить не 300 долларов, а 500-550 долларов. То есть, получается, продав их, мы с вами заработаем 250 долларов на каждой акции. Это эквивалентация 14-12 тысяч рублей. Что это за школа? Вы назвали школа, а школа, как понять школу? А название есть у вашей школы? Как название это? Магомед, вы издеваетесь, я вам только что привел пример. Вы понимаете ваш заработок или не понимаете? Конечно, понимаю. Нет, вы мне название просто, скажите название. Какое название? Что вам даст название? Что вам даст название, скажите, пожалуйста. Если вы не разбираетесь теперь полностью. Что вам дать название? Я вам скажу инвестинг. Вам что-то это дает? А, школа называется инвестинг? Смотрите, опять же, да. Ну, отлично. Что вам это дает? А, то есть школа, название школы инвестинг. Так? Говорю, что вам это дает, Магомед? Я вам только что назвал. Что вам дало это? Инвестинг. По сути, ничего, правильно? Ну, так инвестинг называется школа? Да я же вам сказал. Как? Магомед, вы вообще с России, правильно? Ну, конечно. Как вы вообще туда попали? Как вы туда попали вообще, Магомед? Как понять, как это попали? Вы живете там или приехали на заработок? Это как относится к вашему предложению? Я просто не понимаю. Да, мне просто интересно, Магомед, что вы находитесь в России, просто интересно, вы на заработок ездите. Да я тут нахожусь. У меня нормально все, Ростислав. Все нормально у меня. А, Магомед, то есть получается, вы гражданин Российской Федерации, правильно? Конечно, гражданин я, да, как же. А, я понял, отлично. Так чем занимаетесь сами-то? Как понять, чем занимаетесь, Магомед? Ну, я же вас спрашиваю. Чем вы занимаетесь? Может, и ты работаете? Если хотите себе дополнительный заработок, я понимаю, у вас есть основная работа, правильно? Так посмотрим, Ростислав, посмотрим, как пойдет, будет нормально, так будет дополнительное. Посмотрим, как оно, как будет это. Хорошо, давайте с вами, давайте с вами смотреть, опять, да, давайте с вами смотреть, да, чтобы было визуально понятно, чтобы вы видели перед глазами, что у вас находится, правильно? Конечно, правильно, так же. Хорошо, Магомед, у вас сейчас что под рукой? Телефон или компьютер? Да, а вот это, у вас название школа инвестинг, это какая, это европейская какая-то школа, или что за... Да, при чем вам здесь школа, я не могу понять. Вы зарегистрировались в школе, чтобы получить какие-то знания, а я вам предоставляю компанию, которая помогает... А, компания? Я представляю финансовую, да, европейскую компанию, обучая новичков на начальном этапе, рассказываю о компании, показываю свою торговую платформу и, соответственно, саму торговлю. Вот именно по этому поводу я вам не звоню, буду предоставить вам эту информацию. Если вас заинтересует, понравится заработок, начнете работать. Не заинтересует, не понравится, разойдемся к творе кораблей. Теперь понимаете, о чем идет речь? Конечно, понимаю, конечно. Все, отлично, вы говорите, что давайте знакомимся, чтобы более визуально было более понятно, правильно? Потому что у вас первый вечер на дворе. У вас сейчас телефон или компьютер под рукой? У меня телефон под рукой. Я понял, а у вас Android? Android, да, Android. Android, все, я понял, хорошо, давайте с вами связемся. Через ваш Android включайте меня на громкую связь. Включили? Ага. Заходите в Play Market. Так, сейчас, сейчас, что... Да, в Play Market, заходите. А, так, в Play Market. Ну, зашел, да. Зашли, правильно? Да, 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 зашел. Пишите на русском языке. А, не без. Сейчас с вами скачаем программу для дистанционного обучения, чтобы я вам помогал. Обучат, рассказывал, да, как же происходит торги на бирже. Ага. А, как будто акварель, говорит. Давайте вам лучше по буквам скажу. Давайте вам по буквам скажу. Давайте. Первая буковка А. Первая буковка А. А, 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 а. Вторая буковка Н. М. Да, да. Как Мария. Тренняя буковка И. Мария. Нет, почему Мария? Ну, М. Наташа. Наташа, Наташа. Наташа. Ага. Написали, да? Первая буковка А, вторая буковка Н, третья буковка И, Ирина. Ирина. Да, да. Теперь смотрите, дальше буковка Д идет. Букавка Д идет. Да, буковка Д. Буковка Е, Егор. 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 Да, да, да. Потом буковка С и буковка К. И нажимайте поиск. Если скажешь Т, Тарас, буковка, Тарас, буковка. Что, что? Ну, Тарас, буковка, потом Никола, М, Т, М. Тарас, буковка, Т и Никола. А, буковка С, С, а потом буковка К. Нет, Т, Тарас и Никола, М, Никола. Так, что вы написали, Маргарит? Сейчас. И Тарас, и Никола. Ой, подожди. Ой, сейчас. Ну, написал, да, не деск. Ага. А не деск, все правильно. Нажимайте поиск. Поиск, search. Да. Ну, пошел поиск. А не деск. Вот, что вы видите, какая там. А вы что за организация-то, Николай? Алло. Ну что, нашла программку? Да, да. А что вы за организация-то? Да, смотрите. Что вы видите перед собой? Что видите? А не деск вижу. А не деск, правильно. Скажите, пожалуйста, цвет ярлыка какой у вас? Какой у вас цвет ярлыка? Скажите, пожалуйста. Вы меня слышите, нет? Я же прошу вопрос. Да, вы меня слышите. Вы меня слышите, говорю. Вы нажали поиск, правильно? Какой у вас цвет ярлыка? Да я уже скачал. Скачивается, а не деск. Что вы? Что я не разберу? Ну, так скажите мне, пожалуйста, каким цветом ярлык, чтобы я понимал, вы его скачали или нет? На то ли вы? Я скачиваюсь, у меня медленно. Вы потом были вы приложение нажать? Интернет плохой. Скачается медленно. Пока-пока качается, просто скажите, что это. Да, я скажу сейчас, скажите, пожалуйста, каким цветом ярлык, многометно? Если вы не нажали, скачали. Красным цветом ярлык. Что? Красным. Красным цветом, а внутри что? Супер, супер. Что внутри? Красным цветом, а внутри что? Красным цветом, а внутри что? Квадратик. Все, все правильно. Многометно, смотрите, организация называется Investing.com. Я вам уже про нее говорил. Наша компания предоставляет лица от лица брокера. То есть, получается, мы вас бьем на рынок, чтобы вы опять же осуществляли свои торги. Понимаете, Магомет? А вы брокер? Мы с вами покупаем. Брокер? Да, конечно, Магомет. Да, связующая с веноменту вами и рынком. Мы вам помогаем, да, осуществлять ваши торги на рынке, чтобы вы смогли зарабатывать. А как название вашего брокера-то, как называется? Да я же вам сказал, Investing. А, Investing, так и называется брокер? Так, качали, Магомет? Магомет, качали? Качают еще. Медленно очень интернет связывается. В подвальчике, медленно очень. Сколько у вас там процентов? 23%. 23%. Маловатый. Хорошо, а мы сойдем, да. Маловатый. Да, конечно. Да. Алло, алло, Магомет, да. Да связи что-то произошло. А-а-а. Вот что, вот скачался. Скачался, а не деск. А, ну, как вы? А, это вы мне звонили, что ли, недавно, да? Да мы с вами только что общались. Ага, все, вспомнил. Да, почти скачал. А вы откуда, из какой вы это? Вы из... Какой? Европа, да, вы? Как вы? Нет, конечно, мы с Россией, Магомет. Мы с Россией. А, с Россией. Да, мы с Россией. А где, в городе в каком-то в России? В Москве, в Москве. В Москве, в Москве. Знаете какие-то? Да, конечно, Магомет. А что за улица? Поэтому я вам сейчас и хочу... Что-что? А улица какая в Москве? А вам какая нужна? Вы хотите приехать? Конечно. Да? Когда приедете? Ну, сейчас скоро приедут. Ну, хорошо, отлично. Сухаревская 16, приезжайте. Сухаревская 16? Да, конечно. А корпус какой? Никакой, просто 16. Так там корпусов много. Нет, там нет корпусов. Там нет корпусов. Вы, наверное, там просто не были еще ни разу. Да, и поэтому такое спрашиваю. Качалась программка, а не ДЭС. А что там? А как вам доехать? Я приеду с Петровско-Розумовского. Как вам? На какой вы ходите? Я с Петровско-Розумовского пою. А, так вы ходите на Сухаревское. Метро Сухаревское. Какое метро? Сухаревское. Метро Сухаревское? Да, конечно. А вы же в Москве живете. Вы что, не знаете? А, метро Сухарев... Как вы говорите метро? Я просто сейчас прослушал. Да, вы только что повторили. Вы только что повторили. Не, ну как? Вы можете сказать то еще? Я вам только что сказал. Смотрите, Магомед, программка скачалась? Вот почти 20... Ой, подождите. 82 процента. Он пишет. А какое метро выходить? Подскажите, пожалуйста. А, я сказал Сухаревское. Метро Сухаревское. Адрес Сухаревское 16. Да, все правильно. А, метро Сухаревское. А адрес какой? Да, конечно. А корпус дома какой? Не подскажете? Да, я же вам сказал 16. А корпус дома 16? Да, конечно. А номер дома? Если корпус 16, то номер дома какой? Да, вы меня слышите или нет? Улица называется 16. Это именно офис. Это именно офис 16. А улица 16 и корпус 16 тоже? Нет, нет, нет. А мы сейчас с вами зайдем в интернет. Я вам покажу на карте, чтобы вы не переживали. Договорились? Потому что так вы, я так понимаю, на словах не понимаете. Я вам покажу просто на карте. Чтобы вы видели, где мы находимся. Договорились? Конечно. А это далеко? А не подскажете, Николай, это далеко метро Петровско-Розумовского? Долго? А мне Николай. Мне не Николай зовут. Мне Ростислав. А, Владислав. Как от Петровско-Розумовского долго ехать? Не подскажете? Богомед. Я так понимаю, уже скачалась. Правильно, Погналка? Почти. Так вы мне можете ответить на вопрос? Да, говорите, говорите. А Петровско-Розумовского долго ехать? Не расслышу метро. Метро какое-то странное называете. Какое странное? Не могу услышать, какое вы сказали метро. Петровско-Розумовское. Что-что еще раз? Дмитровское сейчас. Магомед, я вас... Дмитровское, метро Дмитровское. Дмитровское. Так вы только что говорили другое. Какое я говорю? Другое сказали, не Дмитровское. Так вы не слышали? Розумовского вы сказали. Какое? Хорошо, Магомед, я вам сейчас все это покажу так как-то. Хорошо, что... А какое я говорю? Другое. А какое метро говорил? Разумовского вы мне сказали. Разумовского. Метро такое, Розумовского? Так, вы мне такое сказали. Короче, Магомед, вы скачали, а не сейчас. Я не говорил. Я не говорил так. Магомед, вы скачали? А вы давно в Москве уже вот там вот, в офисе сидите? Да, конечно, Магомед. Я же не просто так вам звоню, понимаете? Я вам звоню касательно заработка. Я помню, три дня там сидит. Понимаете? Магомед, вы меня слышите или нет? Я всегда слышу, я вообще слышимость моя хорошая. Ну, так отлично. Если вы хорошо меня слышите, вы скачали программу кодекционного обучения, чтобы мы сейчас прошли маленький курс, увидели, как работает рынок и понимаете себя, как он работает. Да, я знаю, как рынок работает. Да, и как он работает? Он работает мощно очень. Как работает? Отчаянно работает. Вот видите, вы даже, наверное, не знаете, как работает рынок. Отчаянно. Вы не можете сейчас сказать. Вы просто затрудняетесь сказать, понимаете, Магомед? Давайте с вами перейдем в Анидеск. Нажимайте на программу. Так, нажал. Нажали. Что видите перед собой? А что у вас там погода сегодня? Как в Москве-то? Нормально? Да, нормально. Только были дожди, сезонные дожди, которые затакивали по Москве. Если вы смотрите новости, то вы могли это увидеть. А я новости не смотрю. Да, очень жалко. Так, зашли в Анидеск? А вы давно в Харькове были? Говорю, зашли в Анидеск, Магомед. Вы в Харькове давно последний раз были? Да, не знаю, о чем вы даже говорите. Как не знаю? А при чем здесь Харьков? Вы там давно последний раз были? Где именно, скажите, пожалуйста. Ну, в Харькове, где же еще? Ну, в Харькове давно. А при чем вы взяли Харьков вообще? Харьков? Вам город нравится или как? Конечно, он красивый город. А вы там были? Ну, а как же, конечно, ну что же. Много. Когда? Я просто там ни разу не был, Магомед. Ни разу? Ой-ой-ой. А в Адисе были? Адиса мама. Адиса мама. В Адисе не был, друг? Алло. Нет, Магомед. В Крыму был. В Крыму? Обычно в Таиланде. Да, на Кипре бывают. Крым наш, конечно. Крым надо, конечно. Свацкополь город берусь. Что с вашим поведением? Как вас понимать? Таким нормальный подойдет. В смысле, а что с вашим подойдет? У вас просто какое-то странное общение началось. Начинаете спрашивать. Нормально? Просто мы же... Да, мы с вами начинаем обучаться, правильно? Знакомься, да. Правильно. Что там это с рынком? А вы задаете какие-то странные вопросы, которые не относятся к и такими, правильно? Не, ну мы так, мы подружиться. Мы же будущая команда. Команда мечты. Команда мечты. Так, а при чем здесь Одесса, Харьков? А у меня на карте 600 тысяч рублей лежит. И что? А вы не хотите... Мне в ваши 600 тысяч рублей, походу, не сыграют. У меня на карте лежит по миллиону рублей, и что? А вы не хотите у меня спросить... Давайте померимся, у кого больше. А вы не хотите спросить у меня номер карты какой? Зачем? Ну, так. Из любопытства. Я вам что, на мошенника похож? Магомед. Я же вас не вижу, похож вы, не похож на мошенника. Магомед, вы меня, наверное, с чем-то путаете. Мы со мной знакомимся со спирой. А вы мне про карту говорите, про какие-то 600 тысяч рублей. Вы меня в чем-то хотите обвинить? Кого обвинить? Эй, зачем? Меня. Пока не надо никого обвинить. Магомед, просто очень похоже, что вы меня хотите в чем-то обвинить. В чем? В чем обвинить? Магомед, мы с вами знакомимся, правильно? Конечно. Знакомимся со спирой. Знакомство. Правильно. Вы только что скачали программу АНИДЕС для дистанционного обучения. А для чего программа АНИДЕС, кстати? Для дистанционного обучения? Да. Можем скайп, можем кимвивер, что вам удобно. Любая, мне без разницы. А, без разницы уже, да? А мне и было без разницы. А я думал, АНИДЕС для удаленного управления, нет? Ну, правильно, да. Вы в него зашли, правильно? Немножко меня обманули чуть-чуть, да? Вы можете, опять же, отменить в любой момент управление удаленным доступом. Если бы вы пользовались этой программой, вы бы знали, что я не могу пользоваться вашим телефоном. А кто у вас, регулятор, регулятор, кто у вас брокер, а кто у вас регулятор, регулирует кто у вас? Финансовая комиссия. Что за финансовая комиссия? Международная финансовая комиссия. А вы компания из Лондона, что ли? Вы лондонская компания брокер? Не обязательно. Мы со всем миром работаем. А, так вы какая? Российская компания? Я вам лично с Москвы вызвоню. А, в Москве? Магомед, я вам лично с Москвы. Компания российская или какая? Европейская, Магомед. А, уже европейская стала? Была российская, стала европейская. А, мы были европейская. Я вам в начале разговора. А регулятор как название? Финансовая комиссия. Финансовая комиссия чего? С Сингапура или там Вашингтона или Вьетнама? Чего финансовая комиссия? Какой страны? Смотрите, Магомед. От Гонконга до Нью-Йорка. От Гонконга до Нью-Йорка. Слушай, так финансовая комиссия какого города? Какой страны? Вы можете сказать, друг? Я уже раз пять спросил, наверное. Она международная, независимая комиссия, которая контролируется от Гонконга до Нью-Йорка. Магомед, что непонятного? Какой-то другой голос. У Вас изменился голос что-то, походу. Да нет, это Вам так кажется. Нет, это мне не кажется. В эту трубочку кто-то другой взял. Почему? Потому что я слышал... Не, у Вас ошибочное мнение. Я Ростислав Магомед, очень приятно. Ошибка резидента, я понял. Не могу понять, что Вас так веселит. Откуда такое настроение? Да, просто нормально. Дождь, у нас тут дожди. Так, а что веселит? В Вильнюсе дожди у нас тут. Что Вас веселит? Могу узнать? Я тоже хочу такими словами. Веселящий газ. Веселит веселящий газ. У Вас веселящий газ? Кругом здесь. Не советую. Не советую Вам. Не самый лучший вариант для жизнеобеспечения. Согласен. Друг. Так, а Вас как друг зовут-то? Нет, так я не друг. Я Ростислав, я представил. Не, а до этого был Ростислав, а теперь как Вас зовут? У вас веселящий газ, наверное. Это его такое действие, честно. Не знаю. Я понял. А что номер этого саула? Номер лицензии какой у Вас, который выдвинул Вам? Какой именно лицензия? Ну, это регулятор Вам дал лицензию. Регулятор дал лицензию. Регулятор? Нет, он не дает лицензию. У нас лицензия брокера. Форекс брокера, дилера. А, финансовая комиссия – это регулятор, который... А, финансовая комиссия в каком на городе находится финансовая комиссия? В каком городе? Она во всем мире находится. Магомед. Это значит, что такое место. В общем мире понятно, а ее штаб-квартира где находится? Много филиалов. Открывайте чуть-чуть финансовая комиссия. А вы что сказать не можете? Вы работаете брокером, не знаете, где находится ваш регулятор. Я все знаю. Так вы можете сказать? Так отроченное пишите, посмотрите. А вы мне на слово поверите, да, Магомед? Конечно поверю. Вы себе на слово верите. Конечно поверю. А зачем? Я же поверю, что... А, ну все, давайте, за 500 долларов пополняемся. Я не поверил, что в Москве есть метро Сухаревская. Я же поверил в это. Площадь Сухаревская и метро Сухаревская есть, конечно. Сухаревская есть метро, конечно. Построили вот два дня назад Сухаревская метро. Не, все жизнь. Вот сколько в Москве существую, я, Ленин, как человек, который родился тут, то столько она и существует. Хватит акать, Магомед. Что вы акать? Труд делать вид, как будто вы что-то понимаете и что-то знаете. Ну давайте честно говорить. Вы в этой сфере профан. Ничего не знаете. Какой сфере? Сфере метра? Сфере метра, нет. Это какой-то... Пытаетесь меня как-то зацепить, как-то сделать меня в чем-то виноватым. Я вам что-то плохое сделал, Магомед. Нет, арест. Напишите. Финансовая комиссия. Финансовая комиссия. Он переведет на официальный сайт финансовой комиссии, которая является независимым органом, судом между Брокинской компанией. Правильно? И вами, трейдером, человеком, который работает с нами. Хватит некать, Магомед. Я понял. А где-то штаб-квартира в каком городе у нее главная штаб-квартира? Так откройте, посмотрите. Там контакты, номера, адреса. Сойдите на официальный источник, посмотрите. В чем проблема? Я понял. Ну что вы акаете, Магомед? Интернет плохо работает. У вас интернет, а нет? Плохо работает. А IP-телефония плохо работает интернет, когда IP-телефония. В чем тут IP-телефония? Вы IP-телефонией пользуетесь. Так вы звоните IP-телефония. Так, а я звоню вам, это все равно как мобильная связь. Да, я звоню с IP-телефонией, если правильно. Понимаете? IP-телефония, она. Что мне понимать? Тормозит интернет, когда. К вам это никакого отношения не имеет. Вы сейчас пользуетесь мобильной связью, Магомед. Да, понятно, друг. Конечно, не имеет. Ничего вам не понятно. Я не друг вам, Магомед. С чего взяли с твоего? Давайте подружить. С каких пор мы стали друзьями? Давайте будем дружить. У меня деньги есть на карте. Я? Зачем мне ваши деньги? Хорошо. У вас деньги на карте. Вдруг я на депозит положу 200 штук. Зачем мне ваши деньги? Вы мне уговорите? Вы их не мне кладете. А куда я ловите? Я не собираюсь. А это, похоже, Магомед, мы просто ее вас уговаривают. Не, не похоже. В чем уговаривание? Не, не похоже. В чем уговор? А куда кто? Ну, вы клоун, честно. А депозит куда я ловит? Обыкновенный клоун, который сейчас несет чушь. Ну, честно. Я не... Ну, вы клоун, Магомед. Ну, правда. Я хотел в цирке быть, это... Цирковым артистом. Так же и есть. Таким. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да, не хватило вам. На самом деле, цирка-то хорошая тема. Да как удаст деньги-то на депозит надо положить. Как положить деньги на депозит? Алло. Магомед, ну, честно. Давайте вы выздоровеете сначала. Вы больны, наверное, да? Болеете чем-то. Птихическое какое-то заболевание, которое вам мешает быть нормальным человеком. У вас какие-то спехи, припаски, песни. Можете как-то сходить в психиатру, в психологу, полечиться. Друг, приезжайте ко мне, друг. У меня пиво холодное в холодильнике. Да я не друг вам, Магомед. Ты пиво не пиво. Магомед, я... Спортсмен, я не пью. Сборная Германии, сборная Нидерландов. В футболе играют как раз. Нормально, Патерланды. Нидерланды вылетели давно. Если бы вы следили за чемпионатом Европы, они давно покинули. Да ладно. Потому что Чехия выиграла их 2-0. Да ладно. А вы даже это не можете понять. Патерланды, холодные-ка. У меня еще вобла есть хорошая. А что смотреть? Магомед, что смотреть будем? Ну, футбольщик. А кто играет? Да кто хотите. Сборная Франции со сборной Нигерии. Она вылетела давно тоже. Да ладно. Нигерия в Европе нету. Вы знаете, что такое чемпионат Европы, Магомед? Я не разговариваю. Я вам точно советую сходить в больницу. Сходите к врачу. Запишитесь на прием. Друз, приезжайте пивка попьем. Я заговорил, Магомед. Я слышу, что вам стучно. В ресторанчик в ресторанчик. Очень слышно, что вам стучно. У меня бабло есть. Я вам что, девушка? Нормально посидите. У вас денег нету. Вы даже девушку себе найти не можете, чтобы вам не было скучно. Чтобы их можно было проводить в ресторан. Нормально все будет. Зачем вы меня тогда зовете в ресторан, если у вас есть девушка? Приводите девушку в ресторан. Нормально посидим. Где вам, Магомед? Можно хоккей? Хоккей посмотреть можно. Хоккей? Хоккей. Хоккей. Можно посмотреть нормально под футбол... Ой, под хоккей можно. В Японии, Магомед? В Японии? В какой Японии? Ладно, я все понял. Хорошо, сходите. Давайте на дефазе, ладно? Ладно, друг, сколько на депозит надо денег положить у вас? Какая у вас ставка там? Какая ставка? Сколько на депозит? Местерская вы имеете в виду? Это к вам букмекера, знакомьтесь, как раз футбол будете смотреть, поставите ставку. Нет, нет, сколько? 250 долларов? Давайте я 500 закинул нормально на депозит. 500 положить. Кому? Ну куда там на депозит у вас? Магомед, вам к врачу надо. Вам не на депозит надо положить денег. Да, друг, я хочу зарабатывать, друг. Я зарабатывать хочу на финансовом рынке. У вас денег нет. Есть, друг, есть, друг. Заработаешь. Денег много. Для того, чтобы заработать здесь, надо вложить. А у вас нету этих вложений. Вложить готов. Вы выговорить слово это даже не может. Я готов вложить бабло. У вас нет его. У вас нет его. Сколько это в рублях? А ты 500 баксов сколько в рублях? 35-6 тысяч. Магомед, 500 баксов. Чего, нормально же, я не знаю. Если бы за куртом сидели, это уже больше. Ну, 37, пускай. Ну, вот видите, уже есть разница. Ну, а вы же мне верите. У меня есть бабло, что вы? Серьезно. Мне не надо вам верить. Не, в принципе, вообще, помените детей, крестите. Мы даже не мои, первый человек. Антон, мы же друзья. Мы не друзья, что вы взяли. Я не Антон. А кто? Видите, вы даже мое имя не запомнили. Я Ростислав Магомед. Нет, Ростислав был до этого паренек молодой. Да. Нет, это я, если я говорю, веселяющий класс, проблемы к психиатру. Даже голоса, видите, у вас не радует голове. Да нормально поспитим друг. Давайте дружить, серьезно. Я тоже вот люблю деньги зарабатывать. А сколько вам лет, Магомед? Мне мало, мало. Не выдумывайте. Мне 26, половина лет. 25 лет. А по голосу все 48 и ядну вас. Я такой молодой парничка. Молодой парничка я такой. Опа. Люблю музыку, вот хорошую тоже. Все понятно. Давайте мне депозит. Давайте я вам пустим врача. Можете мне адрес назвать? Записывайте адрес. Записывайте адрес. Давай адрес, чтобы... Записывайте. Метро Петровска-Разумовская. Записали? А вы считаете это вообще смешно? Вы просто веселитесь. Почему? Я же говорю, адрес записывайте. Петро Петровска-Разумовская. Дмитровское часы 48. Корпус 2. Почему? Да, да. Я уже... Самое интересное, что вы почему-то думаете, что вы у меня сейчас убираете время и как-то что-то мне наносите, если им какой-то вред. Да не наносишь у друга, дружить хочу, друг. Я же дружить хочу. Дружить будете с друзьями у себя в городе, в вашей деревне, в которой вы живете, Магомед. Давайте на депозит деньги положи, друг. Как найдете личность. Друг, давайте на депозит. Серьезно, вот вложу деньги на депозит, просто скажите, куда вы. У вас нет, Магомед, какие деньги? Да есть деньги. Хотите я номер карты скажу? Номер карты хотите скажу? Да мне не нужен ваш номер карты. Давайте я деньги положу, друг. Давайте вам деньги на это не положу. Вы какой-то странный. У вас вряд ли получится работать. Вам плохо. Получится, друг. Я не умею работать. Это же очевидно. Деньги ко мне липнут. Липнут. У меня кличка Липкий Мага, потому что деньги липнут ко мне. Как у собаки? Как у собаки? Ну, клички у собак. Знаете? Ну, друг, зачем вы так? Мы же друзья, друг. Мы же команда одна. Одно целое. У нас мы уже друг за друга. Как у... Чего вы это взяли? Вот это вот. Понимаете, друг? А с чего вы это взяли? Скоро работать будем. Сейчас на депозит закину 500 долларов. Да вам плохо. Вам врать. Ты чебак. Давайте ты чебак. О чем вы говорите? Серьезно. Положите деньги на депозит. Положи. Давайте. Давайте. Давайте куда ложить надо. Скажите. Заходите. Куда заходите? Ну, вы же знаете, что мы за компания. Не, мне чего до этого друг не сказал, который был до вас друг. Он же парнищик. А как вы собираетесь положить на депозит, если вы даже не знаете название компании? Так нет, он сказал какая-то инвестиция какой-то там, где-то там, в Европе, там, где-то там, где-то. Ну, и вы готовы. А, то есть вам не проблема, да? Бабки не вопросы. Да, бабки это, бабки это мусор, это грязь. Поэтому, да, деньги, знаете, они грязь. Поэтому у вас их и нету, да? Деньги-то, знаете, что такое? Поэтому денег у вас и нету. Плюс-минус тысяча долларов, это так, знаете, туда кафе, мафе попить, попить там. Ладно, я понял. Магомед, как вы лечитесь? Давайте, на друг, куда надо депозит деньги вложить? Скажите, куда надо депозит деньги вложить? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!